Большой театр Большой театр Большой академический Угловое здание Малый театр Боковой фасад Справа от нас гостиница Метрополь Построена в начале прошлого века В стиле модерн Здание гостиницы украшает картину художника За этой гостиницей смотрим направо Китай-городская стена Небольшой участок красно-типичный И Третьяковская арка Все это справа Проходные ворота Китай-города Вот часть стены и арка Это остатки Оборонительных сооружений Москвы 16 века На Макине по театральному проезду Дорога принимается вверх На один из московских холмов Вы смотрите налево Центральный детский мер Слева крупнейшая торговая фирма Нашего города Часная реконструкция закрыта Несколько лет назад Такое здание было нарисовано на баннерах Выезжаем на Лубянскую площадь Бывшую Дзержинского С левой стороны Несколько зданий Здесь занимает ФСБ Слева главный корпус Часами наверху В небольшом сквере На этой площади Вы сейчас увидите камень Обратите внимание Кань небольшой По размеру невысокий постамент под ним Вот смотрите Налево вне центре скверика Кань с левого дзона Кань привезет в Словецкую архипелагу Установитесь в начале 90-х годов Прошлого века Это памяти к тем реклесивам С этой площади Камень Соловков Мы проехали Лубянскую площадь Выезжаем на Новую площадь Посмотрите направо Церковь Иоанна Богослова Что подвязан справа Построен 20-й годы 19-го века Иоанна Богослова Действующий храм А теперь смотрим налево Политехнический музей Слева от нас Самый большой музей города По площади выставочных залов К сожалению допустители Закрыты реконструктуют Совсем недавно закрыли На несколько лет Само здание памяти к архитектуре Построено в рубеже 19-20-х веков Но мы с вами едем По полукольцу центральных площадей Одна площадь заканчивается Начинается следующая Мы проехали Новую площадь И выезжаем на Старую площадь Дмитрий и Старую площадь Москвы В центре Старой площади С левой стороны Ильинский сквер И в начале сквера Памятик часовни Героем Плевны слева Построен в начале прошлого века На деньги тренадеров В память об их товарищах Погибших при штурме Болгарского города Плевна Восстановленный пост Богослужения по расписанию Открыть смотрим направо Справа от нас Административное здание Бывшего ЦК По правой стороне Целый квартал в глубину А дороги до Кремля Сейчас эти здания Занимает аппарат президента Администрация аппарата Здесь работает По Старой площади Мы едем вниз В понижение дороги Спуск в Москве реки И выезжаем на Славянскую площадь В конце Целый скверика Слева за деревья Памятик основателем Славянской песни Кирилл и Мефодия Сейчас видно Слева за деревья Установлено в середине 90-х годов Прошлые века Аппарат Клэков Едем по Славянской площади Слева Церковь всех святых На Кулишках Краска и Печность Белоделка 17 века Действующий кран А мы с вами сейчас Будем поворачивать По улице Варварки Пойдем в сторону Кремля и Красной площади На этой улице Вы увидите Средний район города Зарядье Такое название Этот район получил Потому что Он находился За торговыми реками Которые раньше Были на Красной площади Здесь один из памятик Архитектуры 16-19 веков Почти все будут С левой стороны Ну и первый памятик Зарядье С левым подъезжаем Церковь Георгия Победоносца Церковь 17 века А колокольный Трапезный пристрой 18 веке Действующий храм Георгия Победоносца Налево Глубину места Где была гостиница Россия В этой пустыне Следующий памятик Зарядье Слева Чуть глубине Краснепичный Знаменский собор 17 века Рядом дорога Слева Под номер 10 Музей Боярского быта Палата Бояр-Романов Зарядье музей По деревянной крыше Братский корпус Бывшего Знаменского монастыря Через иконной лавке Церковь Максима Споведника С колокольни Слева 18 века Теперь смотрим Направо Английский двор Это музей Старый Английский двор Музей И по всей неправительной Зарядье Слева Церковь Варвара Великомученица 18 века Действующий храм Вот по этой церкви Улица Которая проектина Называется Варварка Ну а мы наезжаем Теперь на Васильевскую площадь Так называется это место По храму Василия Блаженного Если посмотрите Направо и назад В верхнюю часть храма Видно расписанные купола Справа Глубину стены Башни Кремля Слева Слева место Где была гостиница Россия Площадка огорожена С щитами серого цвета Справа внизу Начинается Большой Москворецкий мост Ну а впереди Куда мы едем За светофором Москворецкая набережная А за ней Главная водная артерия Столица река Москва По этой реке Егор получил свое название А мы с вами На набережной Буквально через минуту Повернем направо И пойдем в сторону Кремля А вы приготовьтесь Посмотреть налево При повороте Налево будет хороший обзор И вы увидите Высотное здание Которое называется Жилой дом На Котельнической набережной Дом на Котельнической Многие вспомнят По фильмам Москва слезам не верит Покровские ворота Фильмбригада Всего таких высотных зданий Высоток у нас семь И почти все мы видим В ходе нашего путешествия А высотка на Котельнической Сейчас будет видеться здание Это жилой дом Тут проживала певица Людмила Звикина Киноактриса Файна Раневская Кларучко Лидия Смирнова Полевина Галина Уванова Вот в квартире Уванова Открыть неприятные музеи Стаганский пешком до этой высотки Посмотрите налево Налево выдумано Вот это здание Который выроскал Движем цвета Со шпилем наверху Налево назад С поворотом высотки На Котельнической набережной Мы проезжаем Под пролетом Большого Москворецкого моста И приготовьтесь Посмотрите направо За мостом направо И наверх Покровский собор Полную высоту Сейчас будет видно Вот отсюда На правом наверху Покровский собор Второе название Храм Василия Блаженного Он был построен В середине 16 века В честь зятя Казани Мы выехали Кремлевскую набережную Москву реки Едем по ней Вдоль южности На нашу Кремля На другом берегу Колокольная Сейчас в лесах Святой Софии Потом 19 веке По этой колокольне Противоположная набережная Называется Софийская А теперь смотрим направо За стеной Кремля Видна колокольня Иван Великий Самое высокое Соружение Кремля Высота ее 81 метр Рядом с колокольней Пятиглавый Архангельский собор Это Великокняжеский Царский Некрополь Все московские князья Начиная с Ивана Калиты И все русские цари Похоронены в этом соборе И еще один собор Сейчас будет За следующей башней С набережной Маленький Девятиглавый Благовещен Справа наверху Это домовый храм Русских царей Рядом с ним здание Желтого цвета Из белой отделки Большой Кремлевский Императорский дворец Он был построен Проживанием Императоровой семьи В середине 19 века Архитектором Тона Вот этот государственный флаг Большой Кремлевский дворец Ну а в наше время В дворце этом проводятся Дипломатические приемы Вручение правительственных наград Инаугурация президента Справа Углавая водовзводная Башня Кремля Круглевская форма За ней направо Смотрим Александровский сад Окончение садов Деревья сейчас влится Сад начинается За Красную площадь И заканчивается здесь Название он получил По имени государственного Императора Александра I Ну а мы проезжаем Под пролетом Большого каменного моста Мост железобетонных Конструкций Построенный в середине Прошлого века Название 17-го стабиль Сохранилось На другом берегу Москвы реки Жилой дом Серый коричневого света Построен в 30-е годы Прошлого века Отсюда виден Центральный корпус Который занимает Театр эстрады На другом берегу Знаменитый дом на набережной Известный по роману Трифону С таким названием Дом на набережной слева А мы мы их уже На Причистинскую набережную Противоположная набережная Зважается Бельсинивская И вот на другом берегу За этим домом Там деревья Сейчас уже видно Церковь Никола Бельсинию в верхней части И палаты Дьяка Кириллова Краскопичная Сдая из Белой отделки Церковь палаты На другом берегу 17-го века А теперь смотрим направо Храм Христа Спасителя Справа Главный храм Маскова Сейчас вокруг мы объедем Советую беззарков Сидь Госян Гурту Возьмем хотя бы один раз Вот мы проезжаем Сейчас под пролеты Пешеходного Патриаршего моста Слева впереди Память Петру Первому Слева впереди Самая известная память В последних лет Официально называется 300 веке российского флота Автор Гураб Церетели Установлен в 1997 Это юбилейный год В 850-летие Москвы Вот мы сейчас поворачиваем С набережной Смотрите слева С поворотой Памятик видно Вот всем кому сейчас Что-то закрывает Так вот Мы поворачиваем С набережной Слева до Купца Перцова Постой в конце 19-го века Памятик архитектуры Справа небольшая Деревянная церковь Богоматери Скорбящей Державной На левую чуть глубину Церковь Илья Бытенского 18-го века Действующий храм Но теперь смотрим Направо Главный храм города История устроительства Связана с освобождением России От французского нашествия Первый храм Христа Спасителя Был построен На этом месте В 19-м веке Под проектом Тектора Тона В декабре 1931-го года Он был взорван Разрушен до основания И здесь стали строить Дворец Совета Первоначально Так обладея Началась Великодечная срок Это было остановлено А после войны Отказать это пройти Из-за нехватки средств И построить здесь В конечном итоге Бассейн В 60-м году В прошлый век Здесь появился бассейн Открытого типа Под названием Москва Но в начале 90-х В прошлый век Было принято решение Бассейн этот закрыть Ликвидировать И храм построить заново Чтобы было сделано И вы видите Второй вариант По размерам Точная копия Первого храма Наверху главный храм Внизу отделен Небольшая церковь музей В нижней части Мы с вами сейчас повернули Едем вдоль северной стороны Храма открыт для посещения Где-то с 10 до 7 Открыт каждый день Ход действительно свободный Как попасть сюда Рядом метро К работке Скучу там добираться Вот выход из метро Тут рядышком справа С правой стороны Сейчас видите Небольшой сквер Патриарша Зеленая зона Патриарша Сквер называется И в сквере За деревнюю глубину Памятник императору Александру Второму Он все немножко видно Александру Освободителю Установил 8 лет назад Автор скрукт рукавишников Вот и смотрите Справа впереди Мы подъезжаем Угловое здание Березового цвета Из белой отделки Картина галереи Художника Глазунова Направа в галереи Глазунова Академика живописи А теперь смотрим налево Чуть глубину Здание Такое монументальное Склоннадо И стеклянная крыша Это музей изобразительных Искусств Не Пушкина Слева Первый по значению Музей города Следующее здание Слева впереди Это музей личной коллекции А за главным музеем Спротивоположной стороны Отсюда находится Музей Рырихов В этой части города Много музеев И картина галереи Ноглаза Как попасть От метро Карапоткинска Ну а мы с вами Едем по улице Волхонка Улица получила Такое название Еще в 18 веке По фамилии Князей Волхонский По Волхонске Мы подъезжаем к Кремлю Все улицы Центра столицы Ориентированы Кремлевские башни Потому что Это сердце нашего города И его исторический центр Вот этот кремль Из коротых крепечей Сохранившийся По нашей днестиной башни Четвертый по счету Постой в конце 15 века Приправление Ивана Третьего Вот сейчас Это музей-заповедник Под открытым небом Исторический Архитектурный И художественный музей Первую очередь Кремль является И политическим центром Верховная власть В нашем городе Всегда была И будет За его стенами На Боровицком холме Но в первую очередь Это наш музей Подъезжаем к Кремле Напротив Кремля В этой части города Памятник архитектуры Усадьба Дом Пашкова Сейчас будет видно Это здание слева Усадьба построена В начале 18 века Работа Баженова Напротив Кремля Главный корпус усадьбы Замечательное здание Как визитная карточка Москвы Вот смотрите Слева наверху С белого цвета Скал на путь Белеведера Усадьба Дом Пашкова Это главный корпус За главным корпусом Большой внутренний двор Поковы Симетричных корпуса И домово церковь Усадьба построена В начале 18 века Работа Баженова Дом Пашкова называется Едем по Боровицкой площади Слева за деревья Произная Боровицкая башня Кремля Она дала название Площадь И увенчана Рубиновой звездой Всего 5 звезд Были установлены В середине 30-х Годов Прошлый век Над Кремлевскими башнями Башен 19 А звезд только 5 Мы с вами едем По Большому каменному мосту На другой берег Москва реки Вот смотри Сейчас направо Направо Храм Христа Спаситель Главный храм города Справа сейчас Сверху тоже Отличный вид А теперь посмотрите В другую сторону Налево и назад Московский Крем Налево и назад Вид с высоты этого моста Справа за мной Набережью Вот мы подъехали Обратите внимание В реальной памяти Доски справа внизу Установлены здесь На посаду Жилых корпусов Тут целый ряд В своем время Известны жильцом В реальной доске Естественно В свое время Здесь проживали Тухачевский Микоян Царифимович Подвойский Шверник И многие другие Известные люди Все что справа Это один огромный дом Слева напротив Небольшой сквер Болотная площадь Ну а впереди Водоотводный канал Мы подъезжаем Канал по прородке Отсушает Центр гордища Восемнадцатой рейке Ну небольшой Длина 4 километра Называется Водоотводный Или отводной Итак Въезжаем На Малокамин Можно Над канал Посмотрите налево С моста налево Плавающий фонтан Это условное название Между фонтанами Слева Пешеходный мост Изогнутой формы Мост влюбленных Называется Вместо красивого Сюда приезжает Новобрачный Этот мостик И вот Эти берегу Канал Левее Где этот мост Пешеходный Левее В стороне От нашего маршрута Лаврушинский переулок Пешеходная зона Просто запомните Место названия Гости города Чуть в стороне Левее В Лаврушинском переулке Расположена Третьяковская галерея Лучшие картины Собрания Москвы Как попасть Сюда Редометру Третьяковская Ну а мы с вами Поворачиваем И уезжаем на улицу Большую Якиманку Слева в сквере По антиболгарскому Коммунисту Георгию Димитрову В прошлом столетии Эта улица Назвалась По его фамилии Многие годы А старинное название Большая Якиманка По церкви Иакима и Анны Название Вернули Не очень давно Церковь не сохранилось Справа Застройка Офис на 90-е годов Вот по правой стороне Москва Старинный город А в основном Застройка На крупной дороге Современная Но что-то Столичный город Постоянно Перестраивать Снять свой облик Вот посмотри Сейчас направо Направо Гостиница Президент Отель Бывшая Октябрьская Построена В начале 80-х Годов Прошлого века Это была Лучшей церковской Гостиницы Многие годы Впереди На Большой Якиманке Два памятника Архитектуры Я о них заранее рассказываю Потому что находятся Они напротив Друг друга Первый Податель постройки Церковь Иоанна Воина Построена еще В начале 18-го века В памятник Полтавской Победы На Общеведане На второй Памятник Палат Купца Игумного Построена Как часто То в конце 19-го века Это внимание С левой стороны Мы подъезжаем Слева Палат Игумного Многие годы Стань занимает Резиденцию Французского Посла Памятник Архитектуры Слева Напротив него Справа Церковь Иоанна Воина 18-го века Действующий Храм Памят Кружка Шведской Войны Еще раз Посмотрите Налево Стань красного Цвета Слева Французское Посольство Следующий Знание По левой стороне Светло-серого Цвета Министерство Внутренних Дел В начале 2000-х Году Рядом Создание МВД Была построена Православная Часовня Сейчас видно Слева Казанской Кожематери Ну а мы С вами Выезжаем На Калужскую Площадь Садово Кольца В центре Площади С левой Страны Памятник Гния Революция Уже Мы проехали Калужскую Площадь Выезжаем На Ленинский Проспект Одна из самых Длинных Дорога Радиальных Это Ленинский Протяженность Ленинского Проспекта 15 км Это прямая Дорога Во Внуковский Аэропорт Воздушного Руга Столицы Всего В Москве 4 аэропорта 9 железнодорожных Творичных И 2 автовокзала Наш город Крупный Транспортный Центр Слева Высокое здание Синий Одесный Зеркальник Сейчас видно Центральный Банк Новый Офис По структам 90-х Годов Справа За деревья Чуть глубине Государственной Горной Университет Учебный Большегорный Институт Справа За металлической Оградой С каменными Столбами Начиная С территории Первой Городской Больницы Минь Пирогов По правой стороне Большой Медицинский Городок Больница Образован 20-й Прошлого Века На базе Двух Старинных Больниц Одна Сейчас Видно Справа Блину С деревья Светло-серый Света Скалонады Ухода Первой Градской Больницы Построена Чек 19-й Век Архитектор Бамэ Вот эти Здания Ближе к дороге Справа Построена Советская Время Для отдельных Отделений А вторая Базовая Больница Голицына Спрещала Вьетнам Мы подъезжаем Построен Болоноследство Гнездей Голицына По этому Довольство До сих пор Вот смотрите Направо В глубину Высокое здание Желтого цвета Скалали Большим Куполом Голицынской Больницы Построен В конце XVIII Век Архитектор Матвей Казаков Под купол Церкви Дмитрий Солунский Действующий Храм Справа Территория Первой больницы Продолжается Большая площадь Больница Восстание Коварища Пирогова С левой стороны Слева Невысокое здание Солотов Белоделка Сейчас уже видно Хорошо Памятник архитектуры Построен ровно 100 лет назад Тоже занимает медицинское учреждение Справа Немного впереди Между жилыми домами Начало Подъездной Лиг Нескучный Дворцов Сейчас направо Два пилона На виде застройки Белоделка Дворец Сейчас справа Подолем 14 место На пилонах Которых начинается Подъездали Напись Российская Академия Наук Скульптура По дороге Изобилия С 1935 года Нескучный дворец Занимает Академию Наук Это старое здание Академия Новый год Скоро Дворец был построен Еще в 18 веке Для заводчика Демидова А теперь Посмотрите налево Пятая Городская больница Слева Построен в начале Прошлого века Архитектором Соловьем Таком старом Сковском стиле При ней больничная церковь Освященная память Свидетеля Алексея Действующей Хромоболистом Звучит Алексей Ленинский проспект Ленинский проспект Где мы едем Связан с именем Нашей преды Космонавкой Алексеевича Гагарина Через день После своего полета В космос 14 апреля 1961 года Он проживал здесь По Ленинскому Его встречали Носквичи и гости Города И в память Об этом событии Самая большая площадь В этом районе Мы подъезжаем Вместе Гагарина На площади На площадь находится Память к Алексеевичу Память Кстати На высоком постамете Нас далека Как видим Справа Нескучный сад Икончение саду Сейчас видите Справа Сад был разбит Вокруг Нескучного дворца В котором получил Своё название Это пейзажный сад На высоком берегу Москвы реки Отличное место отдыха Мы подъезжаем На площади Кагарина Посмотрите направо Сначала направо В глубину За жилым домом Новое здание Академии наук Белого цвета На верху металлической Конструкции Солнечные батареи Для освещения Справа За жилым домом Построй начали 80-х годов Прошлого века Проезжаем Перечень с третьим кольцом А теперь посмотрите Налево Понтик Кагарин Хорошо видно Рядом едет Высота Вместе с постаментом 49 метров Автор Скульптор Мондаренко На одном постаменте Слева внизу Металлический шар Обратите внимание Шар Это точная копия Модели спускаемого Космического аппарата Корабля Восток-1 В точно таком же Простером шаре На парашюте Кагарин Опустился на поверхность Нашей планеты Посмотрите направо Здание Академии наук Веду с другой стороны А мы с Ленинской проспекта Повернули на улицу Косыгина Это бывший Воробьевское шоссе Левая сторона Тут жилая застройка Вчера он хороший Считается Называется условно Академический ранг города В этой части Москва Расположены Два здания Президиум Академии наук Старой и Новый И десятки институтов Научно-исследовательских Институтов Разного профиля Которые прижат Российской академии Рану И вот один из них Справа Институт Экспериментальной физики Имени Академии Каландау Здесь зеленая зона По правой стороне Это свободная Такая застройка Зеленая зона Большая территория Мы с вами едем Параллельно Москва А впереди далеко-далеко Немного видно высотное здание Которому мы направляемся Это главный корпус Московского университета Впереди Одна из семи высоток города В 1947 году Москва отмечала 800 лет Со дня основания И вот в памяти Об этом событии Было принято решение Построить высотное здание Построены высотки По подобию Проездной Бровидской башни Кремля Все таковые ступенчатые Силуэты Отличаются только размерами В двух из них Находятся гостиницы В двух размещаются Министерства Две высотки жилые Вот это мы видели На Катерической набережной А седьмая Впереди Главный корпус МГУ Скоро будет Автономка С выходом Напротив этой высотки Улица Улица По которой мы едем Называется По фамилии Советского Пример министра Алексея Николаевича Косыгина Он здесь Многие годы Жил и работал Сейчас увидит Бывшую резиденцию Вот смотрите Сейчас направо За деревьями Справа Шестиэтажное здание Коричневого цвета Сейчас видно уже справа Бывшую резиденцию Косыгина Сейчас жилой дом Слева напротив Гостиница Корска Бывшая гостиница Орленок Еще раз посмотрите Направо На минуту Четырехэтажное здание Светло-желтого цвета Обратите внимание Бывшую резиденцию Горбачева Когда Михаил Сергеевич Приезжает в Москву Станавливается в этом доме Одна квартира Здесь его по жизни А вот на другой стороне Это улица Слева за высокометаллической оградой Начиная с территории Бывшого городского дворца Пионеров и школьников Вы смотрите Налево в глубину стадиона Будет открытый гипно Спортивные площадки Видно Ну сейчас уже Листья прилились на деревьях Плохо видно Корпуса там Такой большой городок Детский Современное название Дворец детского творчества В корпусах Размещаются десятки кружков Спортивные секции Плавки детский бассейн Пионеров Здание спеклянная Стенка Проказ бассейн Сейчас будет видно Слева за оградой Смотрите Пойдем к мальчишу Кибальчишу Фигур мальчика Сам в руках И утром сюда дороги Мальчишки Бальчишки Литературный герой Гайдара Ну а мы с вами Приехали на Воробьевы горы Так называется Этот высокий берег Москва реки Не горы А берег реки Воробьевы горы Название историческое Предыдущее название Дикмисс Ленинская гора Я думаю Некоторые помнят А мы с вами Немножко перед пройдем Остановимся на смотровой площадке Воробьевы горы Выгод из автобуса И посмотрим на нашу Столицу С высоты пятичек полета Высота смотровой площадки 80 метров от Москвы Рекой У нас парика справа На другом реку Спортивный комплекс Лужники Но за ним Центр столицы Все как на ладони Видно Смотрим Веревочку Алиша оторвала Алиша оторвала Там что-то летает Огонь И мне всегда Буфольна Так радостно Блаженно Буй Спокойно Где я родился Где меня христили Благодарю я Бога За Россию Нет, нет, у меня, видишь, запись идет. Никакой промзоны, постоянно циркуляция воздуха с реки. Посмотрите направо, церковь Троица живоначали на Воробьевых горах, действующий начал 19 века. Раньше, в 1949 году, в этом месте жили люди, тут было село Воробьево. В 1949-м стали строить высотку МГУ, жители были на другое место, жители села, а церковь сохранилась. Высотка называется главное здание, ГЗ, главное здание МГУ. В высотке находится ректорат, три факультета, музей, правда очень мало доступный музей истории науки землеведения, общежитие студентов и квартир преподавателей. За высоткой, с противоположной стороны, отсюда просто не видно с метроплощадки, находится студенческий городок. В городок уходит 28 основных корпусов, около 40 вспомогательных, ну, например, в одном из вспомогательных корпусов находится поликлиника, в одном отделе Сбербанка, то есть там целый городок за высоткой. Батарический сад там большой, зона отдыха и спортивной площадки огромная, то есть там за высоткой. МГУ первого столица поставлены показателем. К тому же, это старейший вуз нашего города, основанного будущим в 1755 году, носит Михаил Васильевич Ломоносов. В центре столицы, около Кремля, вы попозже видите, расположены два старинных здания университета, построенных после войны с Наполеоном. Там есть скульптит и студенческая церковь находятся. Но гущая скульптит развещается здесь, на Воробьевых горах, в студенческом городке МГУ. Вот налево пошел Мичуринский проспект, условно граница с зеленой зоной университета. А вот у нас же и проезд по улице Косыгина. Она проложена по верхней кромке берега. Слева закаменная оградь, светло-желтый цвет, двухэтажные здания, немножко видно деревья слева, брать внимание. Это государственные правительственные дачи, построенные в 60-е годы для дипломатического корпуса. Ну, как используют по-другому значению. Экология хорошая, очень много госдач. И с правой стороны сейчас тоже будет ряд госдач. Ну, по правой стороне, вот сейчас начинается, ну, с красной дачи, территорий, осталось застройки только ограды и два первых здания. Начиная с третьего, там строят уже новые современные здания. Все-таки, собственно, с тем более правой стороны, это отдельный участок берега с великолепным видом на Москву. Это почти как с метроплощадки. Теперь сходим налево. За металлической оградой слева, начиная с территории киностудии, Мосфильд. Слева старейший, крупнейший киностудий столицы, Мосфильд. Теперь киноконцерт. Образован она была в начале 20-го года, прошлого века. Самый известный первый фильм. Произносит подъемки на режиссер Сергей Эденштейна. Выпущенный в 1924 году будет «Золотой фонд» мирового кинематографа. Знаковый, супоносный фильм, как говорили тогда, фильм всех времен и народов. Вот на территорию киностудия можно попасть в состав экскурсионной группы. Есть в них экскурсиция заказанных групп, но есть индивидуальные туристы. Формируют группы по вторникам, четвергам, по будням, не только в трем часам. Вот если будет такое желание, нужно подъемки к трем часам, с паспортом в себя по главному ходу. И главный ход я вам покажу, когда мне приезжать. Значит, как попасть сюда киностудия, на зеленый транспорт, здесь только метро нет, от метро Киевский сюда идут троллейбусы 7, 17 или 3, 4, ну минут 10-15 ехать от Киевской. Очень далеко на троллейбусах. Экскурсия, почти двухчасовая экскурсия, пешеходная по киностудию. Там на сайте у них все написано, но у меня были люди, которые ходили на эту экскурсию, которые действительно интересны. Ну понятно, там большой, что тут киногородок, и здесь что-то, смотрите, показывают. Показывают съемочную площадку, одна из площадок под открытым небом съемочным, один из павильонов, там много тоже съемочных, костюмерный цех, вот здесь старинных автомобилей, там такой большой киногородок у них. Вот что, если будет желание, возможно, можно попасть туда. Ну а мы с вами сейчас повернули, выезжаем на Мосфильмовскую улицу. Территория киностудия опять с левой стороны вылетится. А у нас сейчас будет остановка с выходом, недалеко от памятики Евгения Геонова. Памятик появился в 2006 году, работа с Куклой Харлова. Старта без постамет, очень доступна, изображен Геонова, роль персонажа, и фильмов «Житменный удачи». Значит, я вас провожу в памяти, хоть мы здесь остановимся, там автобус стоит подпаркованный, и чуть-чуть вперед пройдем на профиль киностудия, очень маленького роста голоса, где-то метр шестра два, можете здесь будет сейчас снимки. Справлю за фотопортретом нашему звезд. А теперь, посмотрите, налево, на минуточку налево, глубином написано «Бюро пропусковывать» и «Место-то записываться» к экскурсионной группе, о котором я рассказываю. И с левой стороны у нас есть центральная съемочная группа в киностудии «Мосфин», построенная в 60-е годы. Здесь совершенно легко и свободно можно поглудиться, очень сложная система перехода, соединяет эти здания между собой. Но в этих павильонах, в центральной, конечно, работает начальство, дирекция вот эта центральная, а народ работает там на левом и вверху, да вообще градус, территория большая, такие же рабочие здания, не очень красивые, но рабочие там на левом и вверху, в территории киностудия. И павильоны для хранения техники, и для хранения реквизитов, костюмов и так далее, и так далее. Я говорю про площадки съемочные и съемочные павильоны, там действительно целых целей городов. Продолжаем праздник по Мазбиле, из курицы вы сейчас с правой стороны заканчиваете. Живая застройка, вы видите посольство, построенные дороги, посольские городов. Внимание, направо, уже можно смотреть направо, в глубину, за деревьями, здание белого цвета, кубинское посольство, за деревьями, посольство Кубы. Следующее, видно уже хорошо, белое с оранжевым по цвету, прямоугольная форма, большие посольства Югославии, Республики Славьи и Черногория, представители, занимают это здание. Следующее посольство, немецкое, закипичные ограды, несколько зданий, вот справа, новое немецкое посольство. Сюда, в плече дороги, здание для работы, офисное, ну а за ним, в углу, до проживая сотрудников коттеджа. Просто видно то, что плече дороги построено на линии первой застройки. Сильное понижение местности идет направо-вниз. Ну, практически за каждой посольством и коттедж для сотрудников, или жилые доматки не в сокой этажности, тоже проживание сотрудников посольства. Следующее посольство, Швеция, несколько зданий с красных печей, за металлической оградой. Главный купол, чужебитный угловой здание, украшает отображение трех корон. Посольство Шведского королевства. Следующее посольство, Венгрии, светло-серого цвета. Задание посольства Румынии, с полосой желтого цвета румынская. Вот там на правую глубину высокие здания, желто-глубого цвета, экипажная желто-глубая. Воробьевый гор называется Новый жилоскоплик, с посольством не относятся. Следующее посольство, Болгария, украшен национальным орнаментом. И последнее посольство, которое мы здесь видим, в Северной Корее. Мы отправили Москве, Москву улицу, поворачиваем. Переезжаем к жилому комплексу Воробьевы горы. Впереди, справа, что на себя представляет? Семь корпусов, вот эти желтого цвета. Три самые высокие здания, ближе к этой дороге, по 40 этажей. Оно остальное там, примерно, в два раза ниже. Когда с темней, включаются разноцветные подсветки. Три высокие здания, верхний чатик, включаются две пласы разного цвета. Каждый степень, еще цвет меняется. Но здание высокий, видно издалека. Итак, справа Воробьевы горы. Слева за основной дорогой золотые ключи, два. Налево в глубину, если вы стоите, с голубыми крышами. Тут у нас коридеры, тоже из новой застройки. Тут сейчас много, хотя бы разнообразие. Вот выезжаем на Минскую улицу, спускаемся по этой улице, долину реки Сетой. Город у нас построен на холмистой местности. Вот здесь хорошо видно. Бывают такие участки, очень сильные, пересекционные местности. Так вот это... Ну, книжка, их крыша на семья холма. В центре города семьи, исторический холм они так и остались. Но так как Москва-город большой, холм тут очень много. Посмотрите, с правой стороны, справа, салон дизайна и мебели Кутузов холл, построенный 8 лет назад. Мебельный салон-магазин, это необычная форма. С левой стороны напротив, золотые ключи один. Женой комплекс сначала 90-х слева, еще малоэтажное первое здание. Сейчас строят высокие, здание тоже не дорогая, свободной почти нет, практически так сюда две этажи придется. Вот сейчас мы с вами проезжаем мост от рекой Сетуин, за парапетом небольшая речка Сетуин, приток Маспирики на юго-западе. И теперь дорога поднимается еле вверх, на очереди у Московских холм поднимаемся, называется он Поклонная гора. Вот справа, впереди, с правой стороны, мемориальная мечеть, мы побежаем. Мемориальная мечеть на Митской улице. Но мемориальная она называется потому, что относится к мемориалу Поклонная гора. Территория Пульта, Мечея, Парковая и музейная зона большая. Поклонная гора. Вот смотрите, сейчас направо. Глубину высокого момента обеда формина штыка, а рядом здание музея, под вашим купом темно-серого цвета, центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, полное название. Музей очень интересный, советую, кто здесь не был, приезжать самостоятельно. Ну, на полдня надо менять, потому что и музей большой, и на территорию есть что смотреть. Значит, как музей работает с 10 до 7, кроме понедельника. Как все добираться в ближайшую станцию метро, парк Победы. Ну, там пешком дойти до музея не очень далеко. Мемориальная Поклонная гора построили к 50-летию Победы. 8 мая 1995-го состоялся торжественное открытие. На парк Победы посадили ветераны войны еще в начале 60-х годов. Великой Отечественной войны Впечатление, сразу так стушевывается, когда приезжаешь на метро, выходишь, тут всякие разные милостыни бросятся. Практически коллекция деревянных храмов из Русского Севера, без единого гвоздя, привезена из Архангельской области, около 30 с возможностью церквей деревянных. Гопия деревянная, домика Петра I из Архангельска, музей отдельный, дубы XVII века в парке, там они с тапличками неохватные, потом там три каменных храма, музей разнообразный, но жемчужина, это музея колонийская, я считаю, является дворец Алексея Михайловича Романова, это отец Петра I Алексея Михайловича, наш русский царь, это дворец XVII века, назвали восьмой чудо света. Так что дворец, копия дворца была построена заново, совсем не там, два года назад появился территорий Москвы, трехэтажное чудо из дерева, так что приезжайте, посмотрите, колонийская все это, музей тоже. Это станция метро Коломенская? И вот прям такой большой-большая зеленая зона с музеями на берегу Масковой реки, Коломенская. Есть очень хороший музей, тоже в парковой зоне, Царицыно называется, запомните, метро Царицыно, станция метро заименная, выходит до парка, там где легко проходите, и в парковой зоне дворцовый арсабль XVIII века в стиле готики. У нас таких мало очень, в такой архитектуре каотическом городе, а там целый дворцовый арсамбль восстановлены, построены заново в дворце, там тоже и музеи есть, оперный павильон. Кроме всего прочего, в Царицынском парке каскад прудов искусственных, и самый большой пруд у нас украшают, по-моему, года два назад открыли великолепный фонтан свет и музыка. Музыка классическая, великолепный фонтан, так что приезжайте, посмотрите. Музыка. Ну, сегодня праздничное послужение, по пятницам у них праздничное, у нас воскресенье, напоминаю, православных храмов, а у них пятнадцать верующих много приезжает, конечно, большое количество сюда. Ну, а мы с вами покидаем территорию Поклонной горы. Когда-то здесь был высокий холм, естественное происхождение, пологие, поросшие леса. И вот в середине сентября, 1812 года, это известный исторический факт, 15 сентября, на Поклонной горе стал французский император Наполеон Бонапарт. Стал здесь почти пять часов, Наполеон считал себя победителем Бродинского сражения, в отличие от русских. Я ожидал здесь торжественную встречу с почетными горожанами и ключи от города. В то время так встречали победители. Но в Москве никто не собирался встречать, и он вошел в наш город. И за три года победителя вошел по Смоленской дороге, по которой проводил наступление на Россию. И в центр города сейчас пойдем в направление бывшей Смоленской дороги. Вы увидите на ней памятники войны 12-го года. Вы увидите триумфальную арку, музей Бродинская панорама, памятники фельдмаршала Кутузы и генералу Багратиону. Капец. Клубно, да. Это значит, что сейчас направо. Клубы, цветочные часы у жилого дома, композиции, цветочные часы. Стрелки желтого цвета показывают точное время. Вот заправо, цветочные часы. Так, пожалуйста, кто у нас опаздывает через вторую дверь, вот здесь переход подземный, идете к переходу и через переход вход в метро, вот кто опаздывает, пожалуйста, выходите через вторую дверь и назад к подземному переходу, там вход в метро, парк Победа. Кто учит? Второй подземный, вот тут получился у нас задержка. А теперь смотрим налево. Триуфальная арка, подземный, вот совсем мы рядом едем, работа Побе. Наверху шестерка коней, подземный, 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 но внизу фигуры воинов-героев в античных одеждах. Триуфальная арка была здесь восстановлена к 150-летию Броденской битвы. Кровночально она была построена 30-х годов, 19-х века, и стала главной в Москве на Тверской. А вот здесь, рядом по соседству, в этом месте города, расположен музей Броденской панорамы. Налево смотрим, здание музея цилиндрическую форму, имеет голубого цвета, тут слева, и рядом памятники маршрута Кутузова, там Томские. Прекрасный памятник, не менее замечательный музей, но реклама не нуждается, очень популярный. Как попасть в этот музей, как и на поклонный город, метропарк Победа, самая удобная и близкая дистанция метро. Вот сейчас слева внизу дорогу, подвиду памятник, лечится Грязодубово, слева внизу. Во время Великой Отечественной войны, по-моему, был женский авиационный полк, он был командир полка. За память побольше авиационных заводов, он все время работает, слева. А мы поделили перечень перед этим кольцом, и посмотрите, налево в глубину. Москва-Сити, комплекс небоскребов, основные здания, вот там налево. В основном, конечно, помещение для работы, офисы, но есть и гостиницы, жены-квартир, правда, мало ли есть. И, в общем, жилой комплекс такой разнообразный, например, комплекс небоскребов. А вот сейчас, смотрите, за этим домом жилым, вот в Москва, сеть отсюда получше видно, вот отсюда налево. В небольшом сквере слева, по-другому, в белорусскую писатель, янки купали слева. И обратите внимание, слева жилой дом, под номером 26, слева. В этом доме проживали Леонид Ильич Брежнев, Юрий Владимирович Андропов, руководитель страны, Галина Брежневич жила в отдельной квартире, Михаил Щелка, мистер МВТ, здесь проживал, Николай Щелк, вернее, называют дом Брежнева. Но застройка этой части Кутумского, считается Сталин, построена вошедник в 10-е годы, после смерти вождя, но проект проявляется при нем. Посмотрите, слева, памятник Петру Аркадьевичу Сталой, простите, памятник Петру Ивановичу Гальдиону, Герой Герой Валентин, 13-го господа Мирбешвили, за памятником пешеходный мост Багратион над Москвой рекой, мост пешеходный над Москвой рекой, за этим памятником. И вот на другом берегу, за этим мостом, центр Москва-Сити, на другом берегу основное здание. Если захотят, то подъехать, по плечи можно посмотреть новую архитектуру, значит, от станции Киевской ведет кто-то отдельный, линии метро, потому что станцию международную, Москва-Сити, международная станция. А сейчас внимание направо, памятник Москва, город Герой справа, 40-метровый гранит-обилищик серого цвета, внизу 3-ти 5-метровые фигуры, солдат, рабочий, работница, наверху 3-конечная звезда, город Герой. Это почетное звание столица получила в мае 65-го года, на окончании 60-ю канцинкурт, торжественно открыт. А в самом начале Кутузовска, где мы с вами сейчас будем, расположена одна из высоток города, прямо у дороги с близкого здания, паспорт на высотку. Высотку занимает здесь гостиница Украина, называется Украина Рейдисом. Внимание, с левой стороны подъезжаем, с левой. Кто снимает? С левой стороны. Гостиница Украина Рейдисом, самая маленькая, считай, среди высотных зданий. Высота Сашпилин 150 метров. На фермере сравнение с высоткой в год 200 метров по высоте, а это 150. Перед входом гостиницы, утром впереди слева, строят новую инстанцию метро, новую линию станции под названием Кутузовский проспект, здесь метро строят. А мы едем на другой берегу Москвы реки по Ново-Арбатскому мосту. С левой впереди дом правительства, займелся это под государственным флагом. Построим восьмидесяток, у просьбы дектора Чичулина. Это место работающего, кабинет министров правительства. Второе здание справа, посольство Великобритании, второе направо, английское посольство. На левую глубину высотное здание, жилой дом на Красной Бресне. Здесь противоположная сторона, одна за этой высотой находится зоопарк и планетарий. Как туда попасть? Это метро Краснопресненская. Слева внеступает к Петру Аркадьевичу столы, в конце прошлого года, книгу реформаторов. Слева у дороги здание формы, напоминает, раскрытую книгу, дом, книжка по форме слева. Это бывший СЭФ, напоминаю аббревиатуру. СЭФ это Совет экономической цены помощи. В начале такая организация была, а в Ньюсер это было построено в 69-м. А теперь это мэрия, бывший СЭФ, новая мэрия. А мы едем уже по Новому Арбату, это бывший проспект Калинина. Дорога была построена в конце 60-х годов, в 67-м было открытие, в юбиле революции. Москвичи между собой всегда называют дорогу Новый Арбат. Получают встречение с одном кольцом, проезжают. И вот посмотрите направо, в глубину высотное здание, вот там направо, высотка для Министерства иностранных дел на Смоленской площади. И вот теперь справа слева от дороги Московский небоскреб и конца 60-х. Видите, справа 4,26-этажных, теперь говоримые офисные здания, как так говорили адмистративные. Справа здания для работы, слева для проживания, слева 5,25-этажных жилых домов. Между ними слева киноцентр «Октябрь», бывший кендиатр «Октябрь». Но вместо проходной народ всегда будет сюда ходить, и ходим, и будут ходить. И киноцентр «Октябрь» примерно так и остался. А вот справа внизу двухэтажный переход, и вот занимают различные магазины, повеселительные изведения, банки, рестораны, клубы. Новый Арбат, деловой торговый центр, центр отвлечения и досуга. Вот посмотрите, слева дом книги, самый большой книжный магазин «Попушный торговый зал». Справа напротив торгового домного «Арбатский», когда-то известный бастроном. Посмотрите, сейчас налево небольшая церковь, 17-й век, и слева Симеонов с домом, и здесь действующий храм. Ну а мы выезжаем на площадь «Арбатские ворота» бульварного кольца. Посмотрите, сейчас направо и немножко назад. Сдание желтой свет, здесь белая тела, это постурка, в конце 19-го века. Мы занимаемся ресторан «Прага» по антик архитектуры. Вот проезжаем через бульвар, мы поворачиваем. И вот смотрите, сейчас с левой стороны будет видно кинотеатр художеств. Начало прошлого века, мы более 100 лет слева. А напротив у него справа, смотрите, справа внизу, за зданием ресторана «Прага», где стоят фонари, красивую форму, где фонарики справа, начинается «Старый Арбат». Первый шутка города, начало здесь у Праги. Как попасть в сторону «Старый Арбат»? С помощью метро. На этой площади метро «Арбатская», а с другой стороны, у Кумида, где конец «Старого Арбата», станет метро «Смоленская». Слева православная часовня, патрона 15 лет назад, но это новая застройка, относится новая. А мы с вами поворачивая и уезжаем на улицу Знаменка. Слева здание генерального штаба Министерства обороны. Слева первый корпус генштаба, построенный в начале 80-х годов, прошлого века. Справа бывшее Александровское, Юнкерское военное училище, построенное в середине 19-го, участие генштаба, отместительского периода. В небольшом спире слил бюст Михаил Фрунзо, полководца гражданской войны. В прошлом столетии эта улица назвалась его фамилией в многие годы. Остали название Знаменка по церкви знамений Божией Матери. Название вернули церкви не сохранилось. Слева усадьба Дом Пашкова идет вдоль бокового корпуса этой усадьбы. Теперь, посмотрите, направо. Два здания, начали улицы, справа, такой пирсикот цвета, занимает картина галереи художника, фольдерекиста Шилова. Здесь в галерея Шилова и мастерская его. Как попасть в середине метро Боровицкая. Мы лежаем на Боровицкую площадь, здесь мы уже были, местом немножко знакомы. Слева усадьба Дом Пашкова, главный корпус, видимо, с пирсикотского расстояния. Справа стены башни Кремля. Мы едем по Маховой улице, старина за вернули Маховая. Вы смотрите, следующее, Даня Слева, с деревьями слева, главный корпус российской библиотеки, сочетательные залы. Итак, налево российская библиотека, бывшая имени Ленин, знаменитый Ленинка. Название поменяли, сутаж библиотеки Москвы. Перед входом, если я поехал Михайлович Достоевскому, установлено с седьмым авторством Турковишникова. А сейчас, внимание, направо гости города, направо смотрим, и с пирамидами есть Троицкая башня Кремля. А вот она справа, Троицкая башня. Внизу касса Кремля. Ведь народ стоит, значит, касса работает, соответственно, территория открыта. Справа здание бывшего Манежа, поток пятилетия победы над Наполеоном. Занимает центральный выставочный зал справа. А теперь смотрим налево. Московский университет, два старинга, здание построит тоже послали с французами. Вот здесь журналистики, психологии, вот слева два корпуса МГУ. А мы с вами на Манежной площади. Справа пешеходная часть этой площади. Вот 15 лет назад здесь был построен трехэтажный подземный торговый центр, ракутный ряд. Внизу торговцев, мелкая пешеходная зона. Направо будет на здание Турнокрасный, в том числе исторический музей, за ним Красная площадь. Перездаем здесь память Павел Жукова. Справа олимпийские часы. Вот эти две геометрические фигуры. На электронном табу показывают, сколько осталось дней до открытия Олимпиады в Сочи. А теперь, кстати, налево. Налево начинается главная улица Москва. Отсюда называется Тверская, бывшая Горького. Слева Государственная дума, бывший госплан. Построен в виде тридцатых годов прошлого века. Справа гостиница Москва. Построен в зале, но пока еще не открыто. Мы едем по улице Охотный ряд. Слева салаток, где-то особняк. Сделал делка бывшедворянское собрание. Построен в XVIII веке. Мы выехали на театральную площадь. Слева три театра, еще раз называем. Молодежь, но Большой и Малый. А сейчас посмотрите направо. По памяти Карлу Маркусу справа видно с фасада. Установят 1961 авторскульта Гербер. Экскурсия наша закончена. Сейчас мы повернем. Остановится автобус. Можно будет видеть вещи на сплаве. Продолжение следует.